Братья и сестры, все кто пришел сегодня, друзья, все кто посетил дом молитвы, мне хочется сегодня пожелать благословений каждому для того, чтобы услышанное слово, оно принесло нам радость, утешение, и чтобы мы могли вместе с теми, которые в свое время находились со Христом, прославить Господа. Прославить за то, что Он дал нам эту возможность сегодня слышать слово Его, дал возможность нам помолиться, потому что еще продлена наша жизнь. Знаете, на фоне всего народа и на фоне всего торжества, которое сегодня у нас есть, то, что желание нашего сердца прославить и помолиться Ему, Господу нашему, как-то по-другому совершенно смотрится лик Христа. Мы находим и Священного Писания, что Христос-то, оказывается, совершенно был в другом духе в этот момент. И мое желание сегодня остановить наше внимание на одном стихе из прочитанного текста, только текст уже из Евангелия от Луки, но событие то же самое. Говорит, Евангелие от Луки 19, глава 41 стих. «И когда приблизился к городу, смотря на него, заплакал о нем». Знаете, этот день величественный тем, что царственный наследник престола Давидова, духовного престола Давидова, он приближается к сердцу обетованной земли, к жемчужине, к Иерусалиму. То, о чем говорили ученики, когда-то Христу, показывая на стены, на город, на храм, и говорили, Господи, посмотри, как это все величественно, как это все прекрасно, когда они торжествовали в этом. Все, да, Христос приближался к этому городу, он был на склоне горы Елеонской. Его окружали простые люди. Это множество людей, они были настолько просты, что они воспринимали все естественно, то, что происходило. Они видели в нем, в Христе, Избавителя от всех томлений, которые наполнили жизнь их, которые наполнили душу их, которая томила их, да, не только в душе, но и по плоти. Они видели и радовались, сопровождая Христа, который ехал на осленке. Знаете, это был обещанный Богом царь. Народ прославлял Бога за дивное исполнение, сказанное через пророков. С древности уже было сказано, и люди знали вот это пророчество, пророчество Захарии, 9 глава, 9 стих, где написано, что «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, этот царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на осле, на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Действительно, вот оно явлено, исполненное пророчество Захарии, которое было сказано за много лет до этого явления, которое сегодня мы вспоминаем. Действительно, Господь, Он был потомок Давида. И евангелист Марк по-другому как-то особенно говорит вот об этом событии. Он говорит «Благословенно грядущее во имя Господа Царство Отца нашего Давида». «Благословенно Царство Отца нашего Давида, Осанна Вышних». Марка, 11 глава, 10 стих. Знаете, ликующий народ в лице Иисуса Христа ожидал Избавителя. Ликующий народ в лице Иисуса Христа, он видел как бы конец всем своим неурядицам, может быть, бесправию, насилию, которое было со стороны римлян, то угнетение, которое, может быть, долгие годы уже настолько было тяжелым для народа израильского. И они видели Избавителя в этого. Только в божественном посланнике они видели действительно то избавление, которое пришло в этот момент. И однажды ученики, когда собрались, они говорили «Господи, не все ли время восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Как они ожидали, как они хотели восстановить то, что Бог говорил через пророков, то, что они ожидали, Царство, в котором будет мир, Царство, в котором будет радость, Царство, в котором будет благословение и покой, которому Бог призывал их, который Бог обещал дать для народа своего. Знаете, но вот этот предпасхальный, или мы хотим сказать, что перед теми страданиями, которые должны будут совершиться, это был вход последний в Иерусалим нашего Господа. Христос входил торжественно. Мы видим, что с почестями люди постелали свои одежды, это было расположение от души делали они. Кто-то срезал пальмовые ветви, клали перед ним. И Слово Божие говорит, что вот с этими почестями Христос вошел через золотые ворота, о которых Бог через пророков сказал, что Господь Бог Израиле вошел ими, и они будут затворены. Езекииль за долгое время до этого события в 44 главе, 2 стихом, мы читаем, что Господь Бог Израиле вошел ими, и они будут затворены. Знаете, это пророчество, оно исполнилось. Оно не исполнилось сразу после того, когда совершен этот был вход Господа нашего, Иисуса Христа. Но история говорит, что в 1543 году султаном Сулейманом вот эти ворота в стене города Иерусалима, они были восстановлены, они были отреставрированы, и по неизвестным причинам они были замурованы и закрыты. И таким вот немым свидетелям они и по сей день стоят закрытые, когда смотришь на город Иерусалим с горы Елеонской. Ты видишь эту арку, видишь эти ворота, но они замурованы по неизвестным причинам. Они стоят по сей день этим свидетельством немым об исполнении Слова Божия, которое было сказано, что Господь Бог Израиле вошел ими, и они будут затворены. И, что удивительно, на всем фоне вот этой радости, торжества и ликования народа израильского, мы видим Христа, мы видим Христа плачущего. Христос, видя заблуждение народа своего, видел ликование это, то, что они не понимали, что происходит, и он плакал. Я думаю, что Христос о многих моментах жизни народа своего плакал и скорбел в этот момент. Первое, что это духовное падение народа израильского, духовное состояние народа израильского. Христос знал причину многих бедствий, постигших народ израильский. Причину знал, почему они были в таком состоянии. Потому что прошли годы и прошли столетия, а отношения народа израильского в духовном отношении, они были настолько низки перед Богом, что вот этот весь корень, то, что происходило в жизни их, ихнего падения, оно было сокрыто в их непослушании Богу, в неисполнении слова, которое было направлено к каждому из них. Они просто игнорировали и не исполняли то слово, которое Бог говорил в свое время для народа израильского. Тогда, когда еще был жив Моисей, он собирал народ весь, и говорил, и обращался, и говорил им Слово Божие, которое было сказано Моисею, и он говорил такие слова, в Таразаконие, 28 глава, 15 стих. «Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнить все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». И мы не будем дальше читать. Моисей перечисляет, какие проклятия и какое горе постигнет народ за то, что если они не будут слушать Господа, если они не будут исполнять слово, которое было обращено к ним, Господь видел это духовное состояние, Он видел падение народа израильского в духовном состоянии, низкий уровень, низкое состояние, и Он плакал об этом. Господь плакал об ожесточении народа, потому что их сердце было настолько огрубевшим, жестоким, что мы видим из тех высокопоставленных людей среди народа израильского, насколько были они огрубелы, насколько они были жестоковыйные, они не принимали то слово, которое звучало к ним. Пророк Иеремия за долгое время в 6 главе, мы читаем в 16 стихе, сказал такие слова. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Казалось бы, что еще нужно было для народа израильского? Господь говорит, остановитесь, остановитесь и расспросите, пойдите добрым путем. Но мы видим другое. Ответ был, но они сказали, не пойдем. Они сказали, не пойдем. Бог прилагал много усилия для того, чтобы вразумить беспечность народа, но они не желали слушать, потому что сердце их было ожесточено, потому что сердце было каменным. И когда Он приблизился к Иерусалиму, Господь, когда приблизился к Иерусалиму, Он сказал, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, и камнями побивающих, посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать тебя, собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья. И мы видим тот же самый ответ, но вы не захотели. И Иеремия в 6 главе говорит, остановитесь и рассмотрите. Они говорят, мы не хотим, а мы не пойдем таким путем. Господь говорит, если бы вы знали, что ожидает вас, что Я хотел собрать вас, хотел сделать вас теми, кем вы должны быть, но вы не захотели. Господь плакал о духовной слепоте, потому что они не видели в нем, не видели в нем из-за чего, потому что гордость наполняла сердце ожесточенное, гордость человека, сынов Израилевых, народа, она ослепила, они не видели, и ум их был закрыт от того, что происходило, и от того, что Господь говорил им. Эта гордость, она увлекла их в пучину погибели. Эта гордость закрыла уста от покаяния, для того, чтобы раскаяться в своих грехах и поступках. Они не могли видеть путей Господних, те, которые Господь открывал для народа своего. Господь смотрел на этот город, мы видим и читаем из Слова Божия, и плакал, плакал и сокрушался об этом. И мы видим, что Он говорит, если бы ты хотя бы в сей день, хотя бы сейчас узнал, что служит к миру Твоему. Но это, Господь говорит, сокрыто от глаз Твоих. Евангелие Луки, 19 глава, 42 стих. Какое сокрушение Господа о слепоте народа израильского? Господь плачет и говорит, если бы ты хотя сейчас узнал, что служит к тому миру, который ты ищешь, которого ты хочешь. Но это сокрыто ныне от глаз Твоих. Господь плакал о бедствии. О бедствии, которое придет на народ израильский. Он смотрел на этот Иерусалим, о котором когда-то в свое время восхищались ученики, показывая на стены и храм. Господь смотрел на этот город и сокрушался. Потому что беззаконие отступающих от Господа, оно не могло быть ненаказанным. Должно быть прийти наказание за отступление их. Христос наперед ведет, что произойдет. Христос видит великие бедствия, которые постигнут народ израильский за их отступление. Вот эта ужасная смерть, полное разорение прекрасного города, этой же мчужины народа израильского. Такие слова читаем. 19 глава Лухи, 43-44 стихи. «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не останется в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения, твоего». Братья и сестры, из каждого события жизни, из каждого события библейского, мы всегда должны найти какой-то урок, то, что Господь говорит сегодня мне. Мы видим плач Христа и сокрушение Его о состоянии народа на тот момент. Но мы видим, что состояние, оно не улучшилось в жизни народа израильского. И Господь открывает Иоанну наотро, на острове Патмос, когда говорит о состоянии церквей, в тот момент, мы читаем Откровение 3 глава 17 стих, он показывает на состояние народа опять. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп». Знаете, наше состояние, может быть, порой, оно подобно о состоянии, о котором говорит Христос в этой церкви. «Ибо ты говоришь, что я богат, у меня все прекрасно». И часто, может быть, состояние наше, оно похоже на таковых. Но Христос всегда дает выбор, всегда есть выход из этого состояния. Когда Он говорит народу израильскому, говорит, «Пойдите путем, посмотрите назад, посмотрите на прошлое, и изберите, и идите по нему». И 18 стих, 3 главы Откровения, говорит так, «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазь помажь глаза твои, чтобы видеть». Прекрасный совет. Хорошее расположение от Господа для того, чтобы нам проверить себя. Если мы сегодня среди той толпы людей, которые ликуют и торжествуют, но они ожидали временного на земле, а Господь говорил о вечном и сокрушался об их состоянии. Пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы наше состояние, оно бы не было похоже на состояние народа того, о котором Христос плакал. Потому что Господь говорит через Иоанна, «Ты говоришь, я разбогател и ни в чем не имею нужды». Пусть Господь поможет нам прославить Его сегодня в наших молитвах и в нашем служении. Аминь. Помолимся. Субтитры подогнал «Симон»